Прямо по поводу людей была неспроста, потому что где-то лет через пять, может быть, или шесть, когда были какие-то большие проблемы с концертами, со всеми остальными важными делами, достойными, когда уже была следующая наша директора, Лариса Пальцева, мы как-то с ней сидели, и я говорю, «Послушай, а давай я буду песни продавать?» Она говорит, «Ну, уверенная». «Ну, конечно, мне же вообще очень много». «Ну, никому не нужны, я в концертах, я ничего не знаю, потому что тут кого-то пела вообще». Она говорит, ну, она так легкая, на подъем, а давай, загорел. Я поставлю себе свою книгу, и поставлю, говорю, «О, знаю, катастрофически надо продать». Она говорит, «Ты уверена?» Я говорю, «Да, конечно, я еще не пишу, давай катастрофически». Она говорит, «Ну, странно, конечно, удобно». Мне очень нравится эта песня, говорит, «Да когда она будет звучать, ты понимаешь, человек будет петь, а у нас концертов нет». Она говорит, «Ну, давай, а кому продать?» Я говорю, «Я не знаю, дайте, пожалуйста, приемлю». Ну, и через какое-то количество дней она звонила, она говорит, «Диня, я нашла какую-то потерянную песню «Катастрофически». Я говорю, «Ну, давай». И мы пошли, как ходоки, когда пошли в гости задавать песни. Он говорит, человек жил, ну, такой нормальный, обеспеченный человек, «Северя, значит, жил в центре Москвы, около Крымля, почему я такой сдержанный, считал, что в принципе он должен петь. И только как много. Что-то стыдно. А вы меня смешаете, кстати». И вот мы пошли, где-то открывается, и мы стоим, такие, «А вообще, где курица?» «Кофе, коньяк там, чак?» Я думаю, «Нет, коньяк пить, конечно, не буду». Конечно, очень хочется, но не буду. Потому что, знаете, как любопил уже виноват. Она говорит, «Ну, давайте». «А где-то есть карабель, ну, сделала». «Хороший, я не знаю, хороший». А тут скан, принтер, все дела. Быстро записали слово, распечатали. «Готово, да, готово». И тут вступили скрипки вообще. «Где-то и есть карабель». И я думаю, «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е». Отступать-то уже не было, как круглые слова. Глазы, цветы и, собственно, тут же, ну, тот же процесс. Я думаю, ну, как-то странно. Но, в принципе, понимаю, поскольку я оптимизм, что дело хоть и безнадежное, но потому что не дано петь эту песню тем более. Я все-таки могу. А мне кажется, что я могу любого учить петь. Думаю, научу все-таки. Я думаю, вообще, может, коньяков все-таки. Нет, где мне не буду думать? Сейчас еще подумаешь. Хорошо, что я держалась, кстати. Потому что развязка очень близко. Я говорю, «Ну, давай второй раз». Я говорю, «Ну, давай». «Джё-джё-джё-джё-джё-джё-джё-гё-лё-гё-жё» И тут доходит дело припева. А потом я понимаю, что он робот просто, ну реально робот. Бет-джё-джё-джё-джё-джё. У нас там вообще никаких эмоций просто вот. Ну другие, какие просто. И тут у меня стало обидно. Очевидно за песня. Потому что ну как-то... Ну вы знаете, как дочь вместо платья оденешь в бирзовой сапогу? Друг с перепугу. А я говорю, Я вскочила, дала ей по переносице, на строчке бьет в переносице, да, в переносице, ну, какой больно, я говорю, на тебя же больно, ты думаешь о чем-нибудь поешь? И мы песню не продали. Ну, опять же, сумма причинная. И я после этого, конечно, зареклась, потому что, ну, потому что, знаете, нельзя быть, конечно, Нельзя бояться слова «деньги» и слово «продавать», потому что, ну, в конце концов, это же, об этом еще Карл Маркс как-то писал, но песни, мне кажется, надо очень хорошо подумать. И даже если тебя накрывает отчаяние, то, мне кажется, лучше наложить победу, чем отправиться, ой, я хотела сказать, куда, отправиться в центр Москвы и пытаться сделать то, о чем ты потом пожалеешь. И третья история, поскольку песня вообще действительно с огромной судьбой, когда мне позвонил Максим Митардан и сказал, мы на нашей истории с Козыревым придумали очень хорошую штуку, ну, давай мы тебя расстреляем, ну, трофически. Я подумала, ну, в принципе, это уже, ну, венец эта песня, уже, в принципе, больше ничего придумать нельзя, потому что, понятно, как родилась, понятно, как вознужала, можно сказать, и вот уже и расстреляли. И я говорю, да-да-да, максимум классная идея, давайте вы меня расстреляете. Ну, мы повесили такие волончики с краской, и на последних аккордах мне нужно было упасть. Я упала, лежу и думаю, боже, как же теперь встать? А там же, оказывается, продолжение есть. И карл страфический. Делаясь камни, посвященная земля, Соленые румы двоими Катастрофически, тебя не хватает мне Жгу электричество, но я не попадаю На воздух, талочками, волоса, крещами Там Бьет, переносится, я знаю, все знаю я Но катастрофически, тебе не хватает мне Катастрофически, тебе не хватает На поле Терна из кораблей Освященной земли И горячие руки твои Мы созлись в клубниками Мы созлись в клубниками Морками и камер на землю Выползаем по ногу Чтоб в лес отдохнуться Чтоб не топнут по краю Убираю, ну, катастрофически, и тебе не хватает, нет. Жду электричество, но я не обмакаю, я принадлежу, Толщами, улицам, прищённая, да, отрывать, переносить, Я знаю, всё знаю я, но катастрофически, тебе не хватает, нет. Катастрофически, тебе не хватает, нет. Катастрофически, тебе не хватает, нет. Девчонки, тебе не хватает, нет. Чтоб не думала по краю, умираю. Катастрофически тебя не хватает мне, Жду этой криши слова, я вам повторю её, Воздух в толщину, и вы сна крещён, да-да-да. Там вывод переносится, я знаю всё своё, Я мол, катастрофически тебя не хватает мне, Катастрофически тебя не хватает мне, Тебя не хватает мне, тебя не хватает. Тебя не хватает. А где-то есть корабли, У смещенной зимы, Ты саянные дырки в твой.